Дай почитать. И другой аудиокнигой «Кроваво-красные бисквиты». Время действия то самое, излюбленное некоторыми детективщиками, например, Антоном Чижон, 80-е годы XIX века и начало XX века. Система персонажей известна и создана еще задолго до Льва Брусилова. Работает безотказно. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, сэр Артура Конандуйла. Эркюль Пааро и капитан Гастинг с леди Агаты Кристи, Родион Ванзаров и эксперт-криминалист Аполлон Лебедев Антона Чижа. А теперь новая парочка. Барон-полковник, начальник губернской сыскной полиции Фома Фомич фон Шпине и его верный помощник Меркурий Кочкин. Губернский город Татаяр тих, спокоен и уютен. Но кажется его губернатору, графу Можайскому, что удача отвернулась от него. Вечером, начало мая 1889 года, он возвращается домой из английского клуба в дурном настроении. Проигрался. Однако это не слишком веская причина для скверного расположения духа. Вторая жена губернатора. Первая умерла. Необыкновенная красавица Елена Павловна, разумеется, вышедшая за губернатора замуж по меркантильным интересам, увлечена князем Богомиловым и признается своему мужу, что изменяет ему. С неохотой выходит он у своего особняка из экипажа и тут на него нападает неизвестный, якобы пытаясь убить, держитесь, дорогие слушатели, ложкой. Обидно, что его охранник Щеколдаев не может ему помочь, нога застряла в откидной ступеньке экипажа. Губернатор в этот раз останется жив, хоть с большой психологической травмой. Но потом 300 страниц затейливого текста и странного расследования. Откровенно шитые белыми нитками сюжетные повороты. Но есть определенная харизма главных персонажей. Есть увлекательная история об их предыдущей жизни. Есть так называемый легкий язык. Все это скрасит вечер, отвлечет от проблем. А как знать, может в следующей книге Лев Брусилов превзойдет самого себя. 16+. Дай почитать.